Новости Казахстана. Мафия Казахстана. В Казахстане сформировались одни из самых жестоких и опасных криминальных группировок. Страх и ужас, который они внушали, распространился далеко за пределы республики. Даже очень авторитетные преступные группировки из Чечни и России боялись связываться с ними. Мы попытались вспомнить самые неизвестные из этих группировок. Кому-то кажется, что подобные уголовные сообщества создавались спонтанно и хаотично. На самом же деле в период становления власти в Казахстане криминалитет сыграл обозначенную роль. Поскольку ушла приватизация государственной собственности, а в большой игре нужны были сильные игроки и в лице торпед для борьбы за наследие советского производства. Преступные группировки 90-х существовали, поскольку были необходимы приближенным к власти людям. Это уже когда рынок был поделен и все устаканилось. Постепенно мафиози стали либо уходить в легальный бизнес, либо арестовывались и сажались в тюрьму, либо ликвидировались за ненадобностью. Итак, начнем. Группировка «Четыре брата» Нажайшу и Аджан Тугилл была создана чуть ли не в 1992 году. Эта группировка насчитывала в свои лучшие годы до 100 человек. Преступники специализировались на контроле рынка сбыта наркотиков и ГСМ в Актау. Также под их контролем были и гранно-развлекательный и торговый бизнес, вещевые рынки и автостоянки, контроль контрабанды спирта и товаров, казахстанско-китайская граница, зерновой, яичный бизнес, железнодорожные перевозки. Группировку связывали коррупционные отношения с КНБ и МВД. Лидерами банды числили Серик Матышев, Серик Жантугил, Курмангалес Атыбалдиев, уроженец Туркменистана, а также инвалид Яркин из Басар. Часть из них перешла в легальный бизнес, а вот Яркин из Басара недавно был арестован и до сих пор находится под следствием за кражу избытнефти в Актабе группировка «Депутатский корпус». Этой группировкой руководили приятели по прозвищу Икон и Мурка. Под их контролем были отдельные спортивные секции по шейпингу и развлекательно-игровый бизнес. По оперативным данным, эта банда занималась долгие годы, с 90-х, рэкетом и держала в страхе многих бизнесменов. Люди жаловались, что Икон и Мурка со своими товарищами избивал их, угрожали оружием, требовали колоссальные суммы денег. На преступника все эти годы неустанно поступали жалобы со стороны бизнесменов, но большая поддержка в высших эшелонах власти помогала лидерам ОПГ выйти сухими из воды. Группировка «Рыжий алмаз». Жил-был такой человек, Насиба и Насенов. Решил однажды заняться бизнесом, но тут же стал жертвой наезда рэкетиров. После этого мужчина произнес такую фразу, когда общество делится на волков и овец, лучше самому стать волком. После этого парень сколотил вокруг себя большой коллектив из бывших сотрудников правоохранительных органов, спортсменов и воинов-афганцев. Его окружение дало ему красивые прозвища «Рыжий алмаз». Численность данного ОПГ достигала около сотни человек. Бандиты контролировали сети автосалонов, вещевые рынки «Арал» и «Балашек», крупную бензиновую компанию, ряд нефтяных скважин в Мангистауской области, игрно-развлекательный и шоу-бизнес. Также они занимались продажей зерна по всему Казахстану и СНГ. Большое количество современных успешных бизнесменов в свое время пользовалось поддержкой «Рыжего алмаза». Основное окружение алмаза ходило в спортивках, хотя сам алмаз очень любил щеголить в строгих костюмах. Жизнь криминального авторитета закончилась печально. В 1998 году он был убит на своей вилле в Испании. Его сподвижник по преступлениям, Черный алмаз, погиб еще раньше. В 1993 году стал жертвой автокатастрофы на Кардайском перевале. После убийства «Рыжего алмаза» ОПГ руководила Айка Бегемот. Редкий случай, когда женщина управляет преступниками. Баха-фестиваль. Этот уголовный авторитет всегда стоял особняком от других мафиози Казахстана. Он трудно уживался системой, даже уголовной. Ходят слухи, что он мог запросто в нетрезвом состоянии кататься по городу днем и на скорости врезаться в чужой автомобиль, а потом спокойно уйти. Или же история о том, как он с друзьями поехал в Нью-Йорк, и в Гарлеме до них докопались афроамериканцы. Естественно, Баха и его друзья отобрали у них биты и оружие, о чем потом с гордостью рассказывали. Баха, будучи кадровым офицером, имел награды за храбрость и мужество, которые получил во время войны в Афганистане. Многие называли его отчаянным парнем. Баха был известен как организатор многочисленных криминальных разборок. В 1998 году Баху-фестивали и его четырех спутников расстреляли из автомата в одном из частных домов в районе Малой Станицы, ОПГ Оттаба. Эта небольшая группировка достигала 25-30 человек. Банда контролировала водочный бизнес, казино, вещевой рынок у лагер, таможенные посты. Лидером организации был Талгат Атабаев, страдавший сахарным диабетом. Вечером 12 декабря 2005 года он, пытаясь сбежать от погони, выскочил из автомашины Toyota Land Cruiser и вбежал в помещение игрового клуба «Эстерк». Однако убежать ему удалось недалеко, прямо в помещение клуба. По словам полицейских, ему стало плохо. Скончался Атаба еще до прибытия кареты скорой помощи. Приехавшие позже судмедэксперты установили, что Талгат Атабаев страдал склерозом вен и артерии сердца. Что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.